всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя если вы здесь впервые пожалуйста не забудьте подписаться оцените это видео непременно и не забудь нажать на колокольчик чтобы не пропускать мои загрузки я загружаю часто от 3 до 7 раз в неделю так друзья пустые баночки пустые баночки я знаю что любите это видео я тоже я тоже так как всегда самая сладенькая как говорится на потом это парфюмерные пробники этом и и make up продукты еще у меня закончились в этот раз поэтому это интересно а начинаем мы всегда с уходовой косметики я буду по некоторым говорить про ингредиенты и цены и что думаю купила ли я бы их вновь да у меня здесь коробочка рядом стоит я тогда буду тянуться и рассказывать вам все по порядку во-первых закончился гель для душа от бренда islands of italy я так понимаю и на самом деле этот гель для душа уже был у меня это у меня уже он второй раз и я оба раза получала его в подписке фэбфитфан это лайфстайл сабскрипшин то есть подписка стиля для жизни первый раз он мне приходил в качестве в ну как бы продукт в коробке а второй раз он в качестве подарка приходил с моим заказом отдельным поэтому я этот гель для душа хорошо знаю прекрасно совершенно пахнет правда сделан он не в италии в китае так что вот но тем не менее он мне понравился хороший гель для душа и очень приятно так как-то так пахнет не навязчиво при этом каким-то и сайте у меня такой ассоциация розовое шампанское какое-то вот такой вот запах мне нравится там гель для душа так идем дальше следующий продукт это от бренда корр с это греческий бренд корр корр с вот и это такой гель-крем для лица гель-крем для лица короче друзья этот с соком гранатовым значит что я по нему выписала во-первых какие плюсы не содержит алкоголь друзья во-вторых содержит супер звезду нашу любимую любименькую глицерин который увлажняет удерживает влагу в кожу да дальше пантенол содержит очень хороший ингредиент если вы видите пантенол буду что такое пантенол то во первых этот ингредиент успокаивает во вторых он точно также увлажняет и удерживает влагу в коже он ранки заживляет всякие так далее то очень хороший ингредиент и так далее еще много классных но минус такой он содержит парфюмерные добавки этот на самом деле не сильно пахнет он таким нежно нежно гранатом пахнет у меня до этого был другой с запахом роза тот я вообще не смогла использовать тот был термоядерный просто по запаху поэтому нет а вот этот был хороший принципе легкий да это больше подойдет естественно для жирной кожи так как это крем гель до гель-крем вот за 40 миллилитров вот это полный размер они хотят 42 канадских доллара что естественно ну как сказать это конечно дорого но с другой стороны это и бренд недешевый поэтому это адекватная цена я бы не стала его покупать отдельно потому что много других хороших есть фирм без вообще каких-либо плохих ингредиентов и парфюмерных добавок поэтому вот так что это был карес тем не менее он мне понравился в использовании дальше дальше вот такая вот сыворотка от бренда фармаси обожаю бренд фармаси много чего у них уже пробовала здесь игра слов feeling good написано feeling не как чувствую себя хорошо а как заполнять то есть этот сыворотка с гиалуроновой кислотой и она заполняет там морщинки да и все такое вот так что это игра слов плюсы опять же не содержит алкоголь содержит глицерин прекрасно дальше содержит гиалуроновую кислоту тоже замечательно то же самое дело что и глицерин экстракт меда тоже самое делает и так далее опять же в конце списка есть парфюмерные добавки и точно так же он совсем чуть-чуть немножечко нежно пахнет медом вот не критично так что мне очень понравился этот продукт точно так же всего 30 миллилитров здесь они хотят за него 44 американских доллара фармаси не дешевый бренд вот примерно такой же до по стоимости как карес поэтому я бы его возможно купила ну на скидке опять же да хорошие то есть не за полную цену а вообще фармаси хорош конечно них продукты очень приятный в использовании так что вот такая вот сыворотка дальше еще одна сыворотка друзья уже с ретинолом это приходило в боксе charme от бренда clara из нью-йорк никогда ничего не пробовала от этого от этой фирмы и я уже сказал да с ретинолом сыворотка значит смотрите точно также не содержит алкоголь содержит глицерин опять глицерин практически все продукты содержит так что но это очень хороший ингредиент алантаин содержит который успокаивает кожу и токоферол это антиоксиданты ретинол естественно короче друзья ни одного плохого ингредиента в этой сыворотке прекрасный совершенно продукт отлично единственно что у меня насколько я помню он очень дорого стоил вы помните карточки такие приходят боксе charme он по-моему что-то за сотню долларов со что такое это раз во вторых про непродуманная упаковка продукт очень густой очень густой и поэтому друзья вот смотрите сколько вот вы сможете видеть сколько продукта нет на на нет вам надо не увидеть как вам показать вот смотрите вы видите что вот столько продукта еще там остался я бы никак не могу достать я вот так вот ставлю он оттуда он настолько густой что он не вытекает если так делать в пипетку он больше не забирается так как пипетка не достает до до самого низа и получается у меня четверть от этой банки получается просто до выброс Это вообще непрактично, отвратительно, в том плане, что, представляете, если бы я заплатила больше 100 долларов за эту и так маленькую по размеру 30 мл сыворотку, представьте, мое разочарование, мою даже, можно сказать, злость, потому что, представляете, четверть продукта, все, он там застрял, я не могу его использовать, это просто, ну, расстройственно, так скажем. Поэтому хороший продукт, упаковка совершенно не продумана, минус большой за упаковкой, я бы не стала, естественно, его покупать снова, только в другой упаковке, и не за полную цену, естественно, так что вот. Но это приходило в боксичарме, поэтому отлично. Дальше, у меня тут есть пару закладочек, дальше, дальше, дальше. Сейчас, секундочку, друзья. Продукт от бренда SkinFix, точно так же, это уже вторая у меня бутылочка, я уже вам показывала, у меня уже такой заканчивался. Это такой тоник для лица в виде спрея, и он с кокосом, огурчиком, водой розовой, и он увлажняет, как бы освежает и так далее. Это пластиковая бутылка, здесь 100 мл, поэтому очень удобно было брать с собой. Я его всегда имела в рюкзачке, и в течение дня я как минимум один раз им пользовалась. Вот, поэтому это у меня вот как бы такие продукты я люблю с собой брать, потому что они не стекла, вот конкретно это, да, он очень легкий, и он в виде спрея, очень удобно. Вот, более того, я вам скажу, я уже сказала, да, что это вторая бутылка. И вторая бутылка это потому, что это прекрасный совершенно продукт, он без алкоголя, без эфирных масел и запахов искусственных. При этом, друзья, каждый раз, когда я им пользовалась, вот кто рядом находился, каждый раз они спрашивают, а чем так прекрасно пахнет, что это за продукт постоянно. Я лично вообще никакого запаха не чувствовала, но это говорит о том, что, видимо, я как бы, ну, мой нос был слеп к этому аромату, к этому запаху, да, этого продукта натуральному. Кокосами, мне кто-то сказал, пахнет, и вот, видимо, действительно, ну, я его вообще не ощущала, но, видимо, он очень приятный еще и пах. Отличный совершенно продукт, содержит глюконолактон, это эксфолиант прекрасный, гелоуронку увлажняет, удерживает влагу, экстракт огурца успокаивает, пантенол, опять же, успокаивает, удерживает влагу, алантаин успокаивает, сок листа алоэ, бетаин и так далее. За 100 миллилитов 30 канадских долларов, друзья, очень хороший продукт, я бы еще его купила обязательно, потому что в нем нет ни одного плохого ингредиента. И вообще, бренд SkinFix, присмотритесь, 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 замечательно. Так, дальше, 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 еще один повтор, друзья, этот, а почему повтор, потому что это еще один прекрасный продукт от бренда Avant, дорогущий бренд, просто невероятно дорогой. Я, первый раз мне в боксе приходил, второй раз я у них его докупала в вот эту ярмарку, у них на боксе проходит. Друзья, это сыворотка для губ с килоуроновой кислотой, без алкоголя, эфирных масел и запахов. Содержит, опять же, глицерин, гиалуронку, коллаген, молочную кислоту. Вот, полный размер 8,5 миллилитров, внимание, 122 американских доллара, ни за что не покупайте этот продукт за полную цену. В боксе, если вы подписаны, все еще, обратите внимание, друзья, это очень хороший продукт. И вот у меня уже вторая бутылочка закончилась, я бы с удовольствием еще купила на боксе, опять же, его снова, естественно, не за полную цену. Но я вам советую вот эту вот очень-очень классную сыворотку для губ, окей? Так, дальше, 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 дальше. Сейчас еще один крем. Крем для лица от бренда The Plant Base. И вот так вот он выглядит. Это мне, друзья, приходила посылка от Style Korean. Помните, у меня были три, что ли, видео от них? Они мне присылали, как бы, вот, на обзор. Корейский бренд. Значит, так. Он называется AC Clear Magic Cica Cream. Это с синтеллоазиатикой. Не содержит алкоголь. На первом месте, друзья, синтеллоазиатика. 55% увлажняет, удерживает влагу в коже. Это прекрасно совершенно, потому что обычно на первом месте вода, как известно. Когда такой ингредиент, как синтеллоазиатика, на первом месте, браво. Дальше, сквалан. Не цинамит, это суперзвезда. Улучшает цвет лица, это антиакно. Увлажняет, удерживает влагу. И еще куча ингредиентов, друзья. Так что такой крем очень крутой. Мне очень понравился в применении. Хотя это, скорее всего, больше даже подойдет для людей с жирной комбинированной кожей. У меня сухая кожа, вообще никаких проблем. Супер. Просто супер. Так, дальше. Вот такие вот салфеточки закончились по снятию макияжа с алоэ от бренда Pure Derm. Это, по-моему, мне приходили в корейской подписке красоты. Точно так же, которую мы больше с вами не получаем, так как они ушли из бизнеса. Такими салфетками я убираю свочи. Я не использую их на лице. Вот, поэтому хорошие салфетки, хорошо справлялись со своей задачей. Прекрасно совершенно, чем-то так пахли приятно. И салфетки у меня всегда нужны. Я вот сегодня открыла уже новую пачку, которая мне, кстати, в боксе приходила. И они пахнут просто божественно. Я вам их потом в пустых банчиках покажу. Так что, хорошие салфетки. Дальше. Тоже в боксе Charmy Grace and Stella. Вот такие вот пачки под глаза коллагеновые. Масочки, да. 12 пар здесь было. Слушайте, друзья, когда я их получила, я вам говорила, что я вообще-то не поклонница была вот этой вот фирмы именно пачков под глаза. Они уже приходили мне раньше. Но те были другие. Те были раза в два толще. И поэтому они мне... Те не понравились. Эти очень хорошие. Эти были потоньше. Они не сползали с глаз. Вообще никаких проблем. И прикольно. Так ярко-розовый такой цвет у них был. Мне понравились. Вот эти мне понравились. Так что я вообще люблю пачки под глаза. Так что это зачет однозначно. Так. Дальше. Еще одна масочка для губ от бренда Laneige. Это ночная. И я еще новые всякие запахи от них пробую. Это лимонный щербет, друзья. Великолепие. Великолепие это маленький travel size, да. То есть для размер как бы в путешествии с собой брать. Лимонный щербет. У них много лимитированных запахов. Я не уверена, если у них это в постоянной линейке лимонные именно. Я бы купила, друзья. Очень классный. Такой радостный цитрусовый запах. И, как всегда, прекрасная формула очень увлажняет хорошо. И это одна из моих самых любимых масок для сна. Вот. Поэтому Laneige, это все, ну, 9 из 10 человек точно обожают эти маски. Так. Все. Переходим к мейкапу, к макияжным этим, как сказать, пустышкам, да. Друзья, разочарование. И да, и нет. Смотрите, как вот это вот все дело выглядит. Это тональная основа от бренда Beauty Blender. И эта тональная основа, вот я не знаю, мне кажется, у меня все еще полный вот этот бутылек. Это какой-то кошмар. Короче, цвет мне, это я онлайн покупала наугад, да. Цвет мне хорошо подошел, нормально. Не идеально прям на 100%, но хорошо подошел. Тома тональная основа хорошая, совершенно неплохая, особенно если смотреть издалека, то есть, когда близко, она может немножечко, как бы, ну, так вот немножечко, не совсем идеально выглядеть. Но, по идее, хорошая тональная основа, совершенно неплохая, мне очень не понравилась вот эта упаковка. То есть, вы вот так вот, значит, делаете и начинаете вот так вот выдавливать, да. И отсюда, вот, во-первых, вы видите, да, насколько это грязно выглядит, это не отмывается. Это раз. Во-вторых, ой, я от греха подальше сделаю лок, чтобы она не начала брызгать. Я несколько вещей, друзья, испортила, благодаря вот этой вот упаковке, совершенно дурацкой. Когда начинаешь вот так вот делать, она, видимо, туда тональная основа забивается, и она, как бы, стреляет. И я как-то вот так вот, ну, делала, и она мне прямо на футболку выстрела, и еще раз, и две или три вещи у меня испортились. А это вообще не отстирывается. Тональная основа, она не отстирывается ничем. И остались такие белые, такие бежевые пятна, да. И сегодня я попыталась ей воспользоваться. Сделано в Италии, все дела, короче, полное разочарование вот эта вот упаковка. Я не знаю, я стояла, жала, 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 ничего оттуда уже не выходит. Причем, вы видите, да, что наверняка там полно еще продукта. Я не знаю, я и так его пыталась хранить. И так, и уже и так, и так, и ничего не получается. Я больше ни за что бы не купила такую тональную основу в этой упаковке, да. И вам не советую, друзья. Обидно, хотя продукт точно так же, вот, тоже хороший продукт. Так что вот, бьюти блендер. Так, дальше. Дальше избавляемся от еще парочки помад от бренда Smashbox. Ой, я вам уже рассказывала. Ну, вот это у меня прям, смотрите, да, она у меня прям использована хорошо. Тут уже по периметру уже я скребла. Это из их серии, опять же, жидкая помада Always On Liquid Lipstick. Это в цвете Шокохолик. Короче, рассказываю. Это раз, и вот еще одна такая же, вот еще одна такая же, только другого цвета. Вот, видите, какой красивый цвет. Это у меня в цвете Вино Нуар. Короче, это хорошие помады. Но проблема в том, что они сильно быстро засыхают. Буквально моментально. Это муссовая формула. Она прекрасно ложится на губы. Она очень красивая, пигментированная. Если у вас много продуктов для губ, не покупайте эти помады от Smashbox. Потому что они у вас засохнут до того, как вы их сможете использовать. Я больше их ни за что не стану покупать. Потому что у меня никогда жидкие помады не портились так быстро, как вот эти от Smashbox. Никогда. Поэтому очень неудачная в этом плане формула. Она вообще не хранится, как бы. И вот так вот. Это я уже не первая помада вот эти в этой формуле выбрасываю. Если вы пустые баночки мои смотрите уже какое-то время, я уверена, что вы видели. Поэтому вот. А цвета красивые, конечно. Дальше. Пришла пора расстаться вот с этой тушью от бренда Fenty Beauty. Короче, друзья, эта тушь на самом деле очень хорошая. Она сейчас везде, я ее вижу, как бы ее многие пробуют. И так далее. У нее очень необычная щеточка. Смотрите. Она вот такая вот. А сбоку она плоская. То есть она плоская. И в то же время вот такая, да. То есть это очень необычно. Как бы к ней пришлось немножечко привыкать. Потому что это явно нестандартная щеточка. Да. Вот. Но буквально несколько раз вы воспользуетесь. И вы уже наловчитесь. И ей очень удобно прокрашивать нижние реснички. Вот. Очень хорошая формула. Мне нравится. Она и длину придает. И объем. Но сейчас она уже немножечко подсохла. И как бы ничего особенно она не делает. Поэтому я думаю, что я уже буду с ней расставаться. Я еще в том месте хотела ее выбросить. Но все еще пользовала. Как бы она вроде нормальная была. Но сейчас уже как-то не знаю. Что-то она мне уже не доставляет тех результатов, как раньше. А вообще хорошая тушь. Попробуйте. А. Кстати. Как она называется? Она Full Frontal называется. Да. У меня в черном цвете Cousin Black называется. Окей. Так. Так. Последний продукт перед духами. Это от бренда Beauty Treats. И это бальзам для губ. Видите, написано Lip Care. И это с маслом Жожоба, друзья. Этот приходил нам, опять же, в корейском бьюти-боксе. Но сделан он в Тайване. Это тайваньские продукты. Короче, друзья. Бальзам как бальзам. Ничего особенного. Не сильно плохое. Не сильно хорошее. Что-то между. Использовала его. Как бы второй раз бы не захотела бы его иметь в своей коллекции. Но как бы бальзам и бальзам. Я через них быстро прохожу. Мне их всегда нужно много. Чтобы они всегда были в запасе. Поэтому нормальный бальзам как бальзам. Так. Дальше. Короче. Все. Переходим к парфюмам. Бренд Stella McCartney. Я вам каждый раз рекомендую. Я вам в прошлом видео рекомендовала. Если вы любите дизайнерские парфюмы, присмотритесь к этому бренду. У меня закончился на этот раз пробник под названием Pop. Я его в прошлый раз искала. Я говорю, он у меня здесь. Оказывается, я его все еще тогда не закончила. Это тубероза. Сандаловое дерево. Друзья. Просто потрясающий запах. Очень хороший. Я даже подумывала приобрести его. Но потом я поняла, что сейчас пока не хочу. Он, я не помню, он вроде... Ну, он довольно стойкий вроде бы. Но сейчас пока мне не до дизайнерских таких вариантов. Я нишевую коллекцию собираю. Поэтому сейчас пока нет. Но вот этот именно под названием Pop. Это мой любимый из всех, которые я от него пробовала. Я от него пробовала Stella. Вот этот классический. Да, вот Stella McCartney. Дальше. Вот в прошлый раз какой там был. А, Penny, Pion. Еще какой-то. И вот этот вот мой самый любимый Pop. Так что вот. Присмотреть. Все очень хорошего качества. Ну, такие они дизайнерские. Но они с интересным звучанием дизайнерские. Дальше. От бренда Fleur. И это Hanami. Вот. Это пробничек того варианта, который я вам показывала. В большом варианте уже он у меня есть. Мне удалось его урвать за пол цены. И вот здесь, кстати, написано, друзья, ноты. На фрагрантике их нет, а здесь они есть. И написано, что это, во-первых, фига, белые цветы, фундук, сандаловое дерево, песок и крем. Написано, что здесь вот они пишут, что 4-6 часов держится. Это неправда. Они скромничают. Держится он весь день, пока вы не помоетесь. Очень стойкий парфюм. Очень стойкий. При этом я вам рассказывала уже, если вы, может быть, не видели, то тот ролик, где я вам говорю про свои последние парфнаходки. И он на протяжении многих часов, он как бы вот такой приятный, да, сандаловое дерево фига и фундук. В конце носки, через много-много часов, он просто превращается во что-то еще более волшебное. Какой-то такой теплый-теплый сладкий запах. Как будто он абсолютно меняется, друзья. Это просто невероятно что-то. Этот, вот такие вот от этого вообще бренда, флюр, у них очень, они любят сандаловое дерево использовать. И у них, как известно, сандаловое дерево, оно как бы придает теплоты запаху, такого как бы, как объятия, знаете, вот я люблю говорить. И мне хочется, вот с сандаловым деревом, мне хочется надевать какой-нибудь кашемировый свитер. И вот это, мне кажется, просто настолько идеально сочетается, этот запах и вот что-то такое уютное, что я просто в восторге. Так что вот, флюр, дальше. Дальше закончился пробничек от Versace. И это Dillon Blue, и это женская версия, Dillon Blue женская версия. У оператора есть Dillon Blue мужская версия, это моя самая любимая, я просто обожаю. Короче, написано, что здесь, здесь только но, друзья. Ой, это вообще, и черная смородина, и яблоко, роза, персик, жасмин, почули, мускус, древесные ноты. Здесь просто их штук 20, наверное. Короче, знаете, это такой парфюм, он на самом деле довольно обманчивый. Когда, я была в шоке, если честно, я его, когда первый раз набрызгала, вы видели первое впечатление в видео про затест новой косметики. Он пах, как аромат свежевыстренного белья, который вот в Алтайских горах высушили. Абсолютно такой чистый запах. Через где-то, я не знаю, через час, наверное, я хожу по дому, я чувствую запах ярко-цитрусовый. Представляете? Я думаю, что это? Что это? Не может же быть вот этот же аромат. И вы не представляете, это этот аромат и есть. Он из запаха чистого белья трансформировался в ярко-цитрусовый аромат. Это просто невероятно. Это вот такой трансформер оказался. И нормальный аромат, я бы не стала его покупать в большом варианте. Не мое, не мое. Но объективно неплохой. Такой на каждый день как бы. Но вот эту трансформацию я не поняла. То есть, как бы, сначала вы его нанесли одно, а через часик раз, и вы уже как бы вообще в другом настроении. Так что вот. Дальше. Мисс Диор. Туалетная вода. Блуминг Букей. Слушайте, друзья, мне кажется, ее убрали с производства. Нет вот этого Блуминг Букей. Мне кажется, да. Цветущий букет. И это одна из любимых, один из любимых парфюмов моей французской знакомой. Джули, Джульет. Она его купила в большом варианте. Друзья, на самом деле, первые впечатления у меня не очень о нем были. Он мне не нравился особо. Но, как бы, когда я его на себя нанесла, намного лучше. Намного лучше. Я вообще не фанат вот этих вот. Мисс Диор. Пион, роза, бергамот. Здесь белый мускус. Ну, то есть, это, как бы, такой цветочный запах. Очень женственный, да. Но, объективно говоря, они, на самом деле, неплохие для дизайнерских ароматов. Особенно, вот, Мисс Диор, именно классический, да. Он очень стойкий. То есть, вот, я его, когда носила, я его могла ощущать. Особенно, когда, если жарко, да, и вам становится. Он прям начинает больше, как бы, так, букет этот расцветать. И я была приятно удивлена. Но я бы в большом варианте пока не стала приобретать. Но, тем не менее, вот, как бы, дизайнерский хороший, в принципе, аромат. И последний, но не последнюю очередь, от бренда Клин. И это из их серии, классической серии. Это называется Теплый хлопок. Друзья, у них есть несколько серий, на самом деле. У них есть серия Reserved. Это, которые вообще не стойкие. У них прекрасный там аромат. Они вообще не стойкие, друзья. Они час максимум на вас будут. Вот этот серия классическая, они стойкие. Они стойкие, причем, они могут, как бы, как бы, затухнуть на вас на какое-то время, да. Но в том смысле, что вы перестаете их ощущать, обонять. А потом, когда, например, опять же, да, вам становится немножко, там, температура повышается или что, вы начинаете чувствовать. Они начинают снова, как бы, пахнуть и с новой силой. И вот это вот тоже для меня было такое приятное удивление. Этот мне нравится запах Теплый хлопок, очень даже, ну, это вы понимаете, да, запах такого чистого белья и все такое, как бы, в этом роде. Я раньше терпеть не могла такие ароматы, но сейчас я прям их, ну, я их ценю, так скажем, как бы, не сказать, что я их обожаю прям, но, тем не менее. Вот это хороший бренд Clean. Единственное, что им надо поработать над стойкостью, над стойкостью. Итак, друзья, подписывайтесь, я такие видео снимаю каждый месяц, естественно, пустых баночков у меня, каждый раз я поражаю, сколько набирается, вот, и как это мы успеваем все это использовать, да. Вот, так что оставайтесь в нашей замечательной компании, а я тогда буду с вами прощаться, но, надеюсь, увидится в ближайшем будущем. Всего хорошего, пока-пока.